Снятся ли вам кошмары? Напишите в комментариях свой самый кошмарный кошмар, а я поделюсь своим. Мне периодически до сих пор снится, как будто я прихожу в школу и понимаю, что я мало того, что опоздала на урок математики, я еще и забыла сделать домашнее задание. Просыпаюсь в холодном поту. А вот героям антологии кошмар на улице Вязов снились вещи похуже. Маньяк-убийца с обгоревшим лицом и когтями-лезвиями. Придумал Фредди Крюгера Уэс Крейвен, американский режиссер и продюсер, известный также из серии фильмов Крик, о которой мы уже говорили. При жизни Фредди Крюгер был маньяком и убивал детей. Однажды его поймала полиция, но ей пришлось отпустить Крюгера по какой-то небольшой нелепой ошибке. Родители убитых были в ярости. Чтобы отомстить за своих детей, они сожгли маньяка заживо. Правда, после смерти Фредди Крюгер каким-то чудом воскрес в мире снов и стал убивать там. Что касается наряда, одет Фредди просто, но пугающе. На нем коричневая шляпа Федора, красно-зеленый свитер, темные штаны и рабочие ботинки. Знаменитый свитер Уэс Крейвен приобрел на распродаже и посчитал, что сочетание красного и зеленого будет вызывать негативные эмоции у зрителя. На руке маньяк носит уникальное оружие – перчатку с длинными лезвиями в виде когтей. Как рассказывал в одном из интервью Крейвен, однажды он размышлял о первобытных человеческих страхах, которые эксплуатируются в жанре ужасов. Он вспомнил о соблезубых тиграх и обратил внимание на когти своего кота, который расцарапал обшивку дивана. Кстати, для перчатки были найдены специальные ножи для мяса. В моей книге «100 стилей как не заблудиться в моде» стиля Фредди Крюгера нет, просто не поместился. Хотя в целом это действительно отдельный стиль, который по моей классификации происходит от вымышленного персонажа. Для того, чтобы создать образ в стиле Фредди Крюгера, для фотосессий нужно использовать красно-черный или красно-зеленый свитер, шляпу Федору темного цвета, перчатку с лезвиями и нанести грим в виде обожженного лица. А вот для повседневной моды ни грим, ни перчатка не нужны. Дизайнеры предлагают интересные варианты для тех, кто хочет создать ассоциацию с культовым персонажем. Например, некоторые сайты предлагают любителям агрессивной моды красно-черные свитера и топы с декором в виде прорезей. Именитые дома мод показывают более элегантные варианты. Конечно, создавая свои коллекции, дизайнеры вряд ли вдохновлялись Крюгером, а основная мысль коллекции была далека от ужасов. Но только представьте, если бы Фредди Крюгер был женщиной, элегантной и утонченной маньячкой, все эти наряды точно бы ей понравились. Все они смотрятся как единый гардероб и вызывают ассоциации со злодеем. Обязательно пишите, смотрели ли вы Кошмар на улице Вязов. Лично я периодически пересматриваю, но только две первые серии. Мне кажется, остальные уже высосаны из пальца и лишены какой-то атмосферности. Друзья, пожалуйста, не жалейте своих лайков, своих комментариев. Именно они помогают становиться моему каналу только лучше. Всем спасибо за просмотр, всем пока и всем ужасного Хэллоуина!